Кафедра педиатрии Московского государственного медицинского стоматологического университета имени Евдокимова два автора Ольга Витальевна Зайцева и Лукшина Велина Эдуардовна будет докладывать все. Пожалуйста, Велина Эдуардовна. Добрый день, уважаемые коллеги. В продолжение сегодня интересного симпозиума и про связь вирусных и невирусных инфекций с становлением бронхиальной астмы позволите представить один из вариантов течения бронхиальной астмы фенотип вирусно-индуцированной бронхиальной астмы. Сегодня уже говорилось о том, что бронхиальная астма – это достаточно актуальная проблема. Несмотря на возможности диагностики и лечения, все равно количество пациентов с данным заболеванием остается во всем мире достаточно высокое. Больше 300 миллионов страдают бронхиальной астмой, из них 14% – это дети. И мы видим, что за последние 20 лет все равно уровень заболеваемости бронхиальной астмы остается достаточно высоким. По данным последней фазы ИСААК, которая была проведена в нашей стране в двух городах, по крайней мере в Москве, мы можем отмечать, что 2,5 раза заболеваемость выросла, если мы говорим о таком заболевании, как бронхиальная астма. Сейчас очень многие специалисты, не только в пульмонологии, говорят о различных фенотипах. Что такое фенотип? Это видимые характеристики организма, которые обусловлены взаимодействием, наличием генетической составляющей, плюс влиянием факторов внешней окружающей среды. Для чего нам нужно в принципе фенотипировать? Потому что мы видим пациентов с бронхиальной астмой, мы назначаем ему лечение благодаря имеющимся протоколам, но видим, что у разных пациентов совершенно по-разному течет заболевание, не всегда они отвечают на нашу терапию. И поэтому фенотипирование заболевания и связанное с ним эндотипирование может позволить выбрать оптимальную терапию при лечении бронхиальной астмы. Потому что тут мы говорим о персинфицированном подходе, то есть это уже более такой дифференцированный подход для того, чтобы разрабатывать индивидуальные схемы терапии для данного заболевания, ну и, безусловно, эффективные алгоритмы применения различных лекарственных препаратов. Различные фенотипы выявляют об этом и в программе, да, вы можете ознакомиться, тоже об этом мы говорим. Но если говорить о самом частом фенотипе, это, конечно, фенотип, связанный с, так скажем, с вирусами, это вирус индуцированный фенотип. Сегодня тоже и Наталья Анатольевна говорила, и Наталья Георгиевна говорила про синдром бронхоабструктивный, да, или синдром свистящего дыхания. Потому что когда мы впервые думаем о диагнозе бронхиальной астмы, конечно, мы сталкиваемся с пациентом с рецидивирующим, да, каким-то вариантом бронхоабструкции. И вот частота бронхоабструкции, она достаточно широка и распространена, если мы говорим просто о детях, у которых нет отягощения по аллергоанамнезу, то частота составляет от 5 до 50%. Если появляется отягощенный атопический анамнез, то резко возрастает вероятность, да, от 30 до 50%. По некоторым авторам до года переносит синдром бронхоабструкции 20% детей. К 3 годам это уже каждый третий ребенок, а к 6 годам каждый второй ребенок в своем анамнезе имеет хотя бы один эпизод бронхоабструкции. Сегодня тоже об этом уже говорили, поэтому я просто кратко остановлюсь на том, что в 2008 году еще, да, была такая программа понять, как же влияет наличие частота бронхоабструктивного синдрома на дальнейшее формирование бронхиальной астмы. И была проведена такая классификация фенотипа бронхоабструкции. Это эпизодические вирусные хрипы, которые как раз и сочетались с эпизодами респираторной инфекции, а между эпизодами симптомов бронхоабструкции или синдрома свистящего дыхания мы не наблюдали. Каждый эпизод обычно бывает очень короткий, не более недели. И если мы говорим о мультитригерных хрипах, как раз хрипы сохраняются не только в сам эпизод респираторной вирусной инфекции, но и между эпизодами. И даже может возникать на фоне какой-то повышенной активности под влиянием триггеров, ну такие как смех, плач и так далее. Ну и, конечно, мы выделяли по времени появление. Нас, конечно, волнует, прежде всего, дети первых трех лет жизни, потому что впервые мы сталкиваемся с бронхоабструкцией, конечно, в этом периоде жизни. Хрипы с более поздним началом после трех лет, ну и персистирующие хрипы, которые начинаются до трех и продолжаются после шести лет. Уже об этом говорили, к сожалению, вот такая классификация не позволила все-таки более точно понять, как же все-таки влияют наличие и частота вот этих хрипов. Безусловно, фенотипы, они нестабильны, и мы видим, что дети с более частыми эпизодами могут вылиться в формирующуюся бронхиальную астму, так же, как и дети, у которых были эпизодические хрипы, могут сформировать. Ну и наоборот, да, у части детей, которые имели частые проявления бронхоабструкции после шести лет, мы можем их абсолютно не наблюдать. То есть мы говорим о том, что, конечно, эпизодические свистящие хрипы, они могут формировать у части детей бронхиальную абструкцию, а могут и не формировать. То есть проблемы здесь с диагностикой, конечно, на сегодняшний момент существуют. Дети дошкольного возраста, в частности, да, с эпизодическими, но тяжелыми абструкциями, действительно имеют вот высокий риск формирования бронхиальной астмы к 5-10 годам. То есть таким образом все-таки важно не просто наличие самого эпизода бронхоабструкции, а именно тяжести и чистоты эпизодов бронхоабструктивного синдрома. И, конечно, об этом сегодня тоже много говорилось. Наличие отягощенного, прежде всего, атопического анамнеза семейного, наличие тех или иных аллергических заболеваний в семье, и, конечно, аллергической коморбидности, то есть сопутствующей аллергической патологии, это и атопический дерматит, и пищевая аллергия, и аллергический ренит. То есть только в совокупности это, конечно, нам дает положительные вот такие моменты, чтобы мы говорили о том, что, возможно, сформируется у конкретного ребенка. Существуют определенные факторы, которые способствуют, наоборот, снижению риска атопии. Ну, в частности, это отсутствие отягощенного наследственного аллергоанамнеза, это рациональное грудное вскармливание, за что мы, да, педиатры, очень радуем, это проживание в сельской местности, наличие в семье, да, еще брата или сестры, и частые респираторные инфекции верхних дыхательных путей вот в младшем возрасте. Тогда мы у пациента, конечно, видим нормальный эпителиальный больер, нормальную противовирусную защиту, и он адекватно реагирует на новый эпизод встречи с респираторной вирусной инфекцией. Но есть и факторы, которые, наоборот, способствуют повышению риска атопии. Это, конечно, отягощенный аллергоанамнез, это отсутствие или нерациональное, или ранний переход на искусственное вскармливание, это проживание, да, в городе, в мегаполисе, контакт с домашними аллергенами и полютантами, и часто респираторные инфекции нижних дыхательных путей. Ну, и не забываем об этом тоже сегодня мы говорили, о пассивном курении, которого тоже, к сожалению, много. Все это приводит к нарушению эпитального барьера и более низкой противовирусной защиты, и такие дети, конечно, болеют более часто. Ну, на примере клинического случая хотелось бы продемонстрировать, как выглядят такие дети. К нам поступил мальчик двух лет восьми месяцев, на третьи сутки заболевания, с жалобами на субфибрилитет, небольшой насморк, сухой, частый, приступообразный кашель и затруднение дыхания. В амбулаторных условиях он получал ингаляции с бронхолитиками, ингаляции с глюкокортикостероидами, в частности, с пульмикортом, с небольшим положительным эффектом. Из-за анамнеза известно, что мальчик от первой беременности на фоне токсикоза первого триместра, повышения давления, вес ростовые показатели, достаточно крупный ребенок, на грудном стороне он находился до одного года. Вакцинированный был индивидуально, поскольку болел часто, поэтому, конечно, выбран индивидуальный график вакцинации. Отягощенный атопический анамнез, у которого мы наблюдаем, что у матери была бронхиальная астма, у отца лекарственная аллергия на анальгин. В семье проживает кошка, и отец курит, соответственно, ребенок у нас подвержен пассивному курению. С четырех месяцев у нашего мальчика отмечались проявления атопического дерматита. С пяти месяцев впервые появились проявления бронхоабструкции. Часто болеют респираторно-вирусными инфекциями, и ежемесячно на фоне ОРВИ отмечаются бронхоабструкции. В два года им был выставлен диагноз бронхиальная астма, и было назначено базисное лечение. Сначала в виде будусанида, последние два месяца он получает флексотит. И если мы посмотрим на примере нашего мальчика, мы можем отметить, что действительно у него были факторы, которые способствовали повышению риска атопии, это прежде всего отягощенный наследственный аллергонаммоз у обоих родителей, проживание в городе, контакт с домашними аллергенами, частые инфекции, прежде всего, нижних дыхательных путей, ну и пассивное курение. То есть все это приводит, конечно, к снижению противовирусной защиты. И ярких клиническим проявлением, то есть наличие экспираторной одышки, наличие кашля. У нашего ребенка также были умеренные проявления атопического дерматита, выраженные сухие свистящие хрипы и тахипноя. При обследовании мы видим, что действительно данный эпизод обструкции связаны именно с вирусной инфекцией, поскольку мы видим с вами и ликопении, и лимфоцитоз, и увеличение соя. ЦР-реактивный белок не говорит о том, что это бактериальная инфекция. Методом ПЦР, обследовавшим респираторным вирусом, мы выделили человеческий риновирус. У него есть склонность к атопии, повышение общего иммуноглобулина Е у данного ребенка отмечается. И на рентгенограмме видим умеренно вздутую грудную клетку и усиление сосудистого рисунка. То есть такой ребенок как раз и соответствует фенотипу вирус индуцированной бронхиальной астмы. Конечно, сегодня много об этом говорили, о том, что существует большая проблема в диагностике, особенно у детей раннего возраста, где-то грань между абструктивным бронхитом и бронхиальной астмой. И в этом нам, в принципе, может помочь и в частности вот этот индекс предрасположенности к астме. То есть наличие трех-четырех эпизодов свистящих хрип за прошедший год у ребенка в возрасте 2-3 лет, наличие одного большого фактора, таких как подтвержденный диагноз бронхиальной астмы у одного из родителей, подтвержденный диагноз у ребенка атопического дерматита, наличие пищевой аллергии и сенсибилизации к аэроаллергенам, либо два малых фактора риска, таких как аллергический ренит, сенсибилизация к пищевым аллергенам и зенофилии в крови более 4%, и наличие бронхоабструктивного синдрома на фоне острой респираторной вирусной инфекции, отличные от респираторной социальной вирусной инфекции. И действительно такой индекс исследования показывает, что у 95% детей с отрицательным риском вот этим астмы не было в дальнейшем сформировано, у 76% с положительным риском к возрасту 6-13 годам развивалась бронхиальная астма. Поэтому это дополнительный метод, который позволит нам, конечно, верифицировать диагноз у наших детей. Какие же вирусы могут вызвать бронхоабструкцию и привести в дальнейшем, явиться как бы и причинно значимым фактором, а с другой стороны триггером новых обострений. Ну, конечно, сейчас мы говорим о, так скажем, двух основных вирусах, это респираторно-социальная вирусная инфекция, но больше сейчас мы говорим о риновирусной инфекции, но в частности разные его сиротипы, сиротип С может давать более тяжелое течение бронхоабструкции у наших детей. Много мы сталкиваемся и с метапневмовирусом, и с боковирусом, который может давать тяжелую бронхоабструкцию, коронавирус, вирус гриппа, об этом тоже сегодня говорили. То есть вирусов, конечно, много, но наибольшую роль, конечно, сейчас занимают вот эти два вируса – риновирусная инфекция и респираторно-вирусная инфекция. У взрослых немножко отличается по процентному соотношению, хотя, безусловно, превалирует риновирусная инфекция, если мы говорим о бронхоабструкции, дальше идет коронавирусная инфекция, у детей же чаще, да, мы говорим о вирусе парагриппа и РС-вирусной инфекции. Респираторно-социальный вирус, он стимулирует в легких дифференцировку в сторону ТЭЧ-2-ответа, что приводит к снижению толерантности к аллергенам и способствует дальнейшим к формированию бронхиальной астмы. Не просто наличие риновирусной инфекции может приводить к развитию бронхиальной астмы, да, мы знаем, что среди частоты, среди, так скажем, наиболее частых инфекций, которые вызывают в принципе острореспираторный вирус, это риновирус, но это не значит, что у каждого ребенка риновирусная инфекция приведет к развитию бронхиальной астмы. Именно каждый эпизод риновирусной инфекции, который сопровождается синдромом свистящего дыхания, если мы сталкиваемся с этой ситуацией, он увеличивает риск бронхиальной обструкции к 4 годам в 2 раза. Если мы говорим о риновирусной инфекции, то он прежде всего способствует уменьшению и снижению легочной функции. Мы говорим об ухудшении симптоматики, о повышении гиперреактивности бронхиального дерева у таких детей и увеличению зенофильного воспаления, то есть тех основных симптомов обострения бронхиальной астмы, с которыми мы сталкиваемся. Причем выраженность этих проявлений зависит от прежде всего иммунологических нарушений, это дисфункции со стороны системы интерферона, в частности интерферона гамма и интерлекина-10 и повышения интерлекина-4, интерлекина-5, интерлекина-13, которые как раз соответственно за аллергическое воспаление. И в данном случае наличие и аллергенов, и вирусов действует как синергисты в отношении обострения бронхиальной астмы. Если мы говорим о риске развития бронхиальной астмы и, так скажем, роли разных вирусов, как я уже сказала, именно два этих вирусов сейчас рассматриваются как самые основные, то вот риновирус на сегодняшний момент, он является более, так скажем, важным. Почему? Потому что вероятность развития бронхиальной астмы при вот таком рецидивирующем бронхоабструктивном синдроме, при наличии у пациента в дальнейшем, да, формирующейся бронхиальной астмы в возрасте 6 лет, риск возникновения при риновирусной инфекции в 4 раза выше, чем просто при РС вирусной инфекции. Ну и поскольку мы сегодня тоже об этом говорили, о том, что у нас крайне редко бывает моноинфекция, моно какой-то один вирус, поэтому при сочетании, конечно, риск будет такой же высокий. Кроме того, конечно, сенсибилизация, безусловно, повышает риск развития детской бронхиальной астмы, если мы видим у ребенка, помимо рецидивирующей абструкции, да, подтвержденный атопический характер. Если мы говорим о том, как часто вирусные инфекции вызывают обострение, действительно, достаточно часто, практически 80% всех обострений связаны именно с вирусными инфекциями. У взрослых это встречается чуть реже, но все-таки тоже достаточно часто в половину случаев. Кроме того, мы должны говорить о том, что еще и цистениловые ликотрены, которые образуются в вирусных инфекциях, они усиливают вирус индуцированное воспаление в дыхательных путях и участвуют наравне с другими медиаторами воспаления как раз в формировании таких вирус индуцированных обострений бронхиальной астмы. Основные механизмы формирования обострения бронхиальной астмы в результате респираторных инфекций – это, прежде всего, конечно, активация воспаления в слизистой оболочке нижних дыхательных путей, это повышение парасимпатического тонуса в результате снижениями вирусами экспресса М2-рецепторов, это, собственно, повышение гиперактивности бронхиального дерева, я уже об этом говорила, повышение синтеза цистениловых лейкотренов как в слизистой верхних, так и нижних дыхательных путей. Ну, конечно, немаловажный факт снижения эффективности в некоторых случаях ингаляционных глюкортикостероидов и за счет, возможно, развития стероидной резистентности, поэтому не всегда ингаляционные глюкортикостероиды быстро дают эффект при вирус-индуцированных обострениях. И у некоторых пациентов возможны нечувствительности к бета-адренорецепторам в результате избыточного синтеза простагландинов. Поэтому, если мы говорим о той терапии, которая необходима на основании существующих на сегодняшний момент и международных руководств нашей национальной программы, федеральных клинических рекомендаций, то вне зависимости от степени тяжести на сегодняшний момент для контроля за течением заболеваний, конечно, нужно использовать те препараты, которые обладают противовоспалительной активностью. И, конечно, препаратами выбора являются ингаляционные глюкокортикостероиды. Они, безусловно, достоверны и клинически значимо снижают количество обострений и тяжесть эпизодов бронхообструктивного синдрома. Кроме того, достаточно эффективные антиэлектриеновые препараты для облегчения симптомов, вызванной бронхиальной обструкцией. Улучшаются и показатели функций внешнего дыхания. Они могут быть использованы или профилактики обострений в любом возрасте. Ну, в частности, известно исследование PREVIA, которое показывает, что при использовании монталукаста мы видим, что пациенты, которые принимают антиэлектриеновые препараты, конечно, количество эпизодов бронхообструкции и вирусов дуцирных обострений у них значительно меньше. Поэтому, если мы говорим о том, что является целью лечения бронхиальной астмы, в том числе и вот такого фенотип, как вирус индуцированной бронхиальной астмы, прежде всего контроль заболевания и фенотип специфические принципы лечения здесь могут быть полезны. Если мы не видим достижения контроля в течение трех месяцев, то мы должны, конечно, прежде всего понять, насколько правильно применять ту назначенную терапию наш пациент, существует ли комплоентность, правильно ли он использует тот ингалятор, достаточно ли лечения сопутствующих коморбидных состояний, в частности аллергического ренита, атопического дерматита, или, так скажем, у нас должны возникнуть вопросы в отношении диагноза бронхиальной астмы, правильно ли он был поставлен. У пациентов с вирус индуцированным фенотипом бронхиальной астмы, мы, конечно, наблюдаем снижение, прежде всего, противовирусного иммунитета, связанное с несостоятельностью местного иммунного ответа, связанное с направленностью со стороны TH2-ответа, несостоятельность микрофагально-факцитарного звена и дефект рецепции интерферона, в том числе снижение экспрессом-то-лайк рецепторов, что, в принципе, достаточно давно изучается и в нашей стране, и на нашей кафедре по руководству Ольги Витальевны Зайцевой, где были выявлены, прежде всего, у таких пациентов с вирус индуцированными обострениями, снижение способности к продукции интерферонов, собственно, снижение продукции гамма-интерферонов у 80% практически пациентов, снижение изолированной продукции альфа-интерферонов. И наши коллеги из-за рубежа также изучают и последние данные о том, что интерферон-1 тоже участвует в патогенезе атопии, в частности, блокирование молекул ГАТА-3, это семейство транскрипционных белков, основным свойством которых является запуск иммунитета в сторону TH2-ответа, приводит к тому, что подавляется синтез основных цитокинов TH2-ответа, которые ответственны за аллергическое воспаление, поэтому есть тоже, возможно, какой-то потенциал в перспективном лечении атопии астмы. В качестве профилактики у таких пациентов обсуждается вопрос в отношении вакцинации. Конечно, может быть, уровень доказательств на сегодняшний момент это не настолько высокий, но пациенты с бронхиальной астмой, они также относятся к пациентам с высоким группам риском и рекомендовано их вакцинировать против гриппа. Кроме того, есть достаточное количество, в том числе, отечественных работ, в частности, профессора Костинова, которое показывает, что вакцинация против гриппа у пациентов с бронхиальной астмой приводит к снижению как частоты, так и длительности обострения и госпитализации в два раза, и наблюдается, конечно, снижение уровня маркеров системного воспаления. Поэтому в заключении хотелось бы сказать, что респираторные вирусы, как риновирус и РС-вирус, особенно их сочетание, является наиболее частой причиной обструкции у маленьких детей, наиболее частыми триггерами обострения бронхиальной астмы у детей и подростков, взрослых с уже установленным диагнозом бронхиальной астмы. В основе лежит, естественно, это противовоспалительная терапия, это и глюкортикстероид, и оттелектриеновые препараты, иногда возможное их сочетание. Ну и в плане перспективы возможно использование противовирусных препаратов, вакцинация против респираторных вирусов, ну и, конечно, поиск новых терапевтических подходов, потому что на сегодняшний момент современной возможности терапии пока еще недостаточно для того, чтобы мы достигли полный контроль над заболеванием, таким как бронхиальная астма.